здравствуйте с вами Садриддин это видео для тех кто не равнодушен к такому виду искусства как живопись я стал живописью увлекаться и получаю большое удовольствие получаю большое удовольствие выбирать на ebay или в amazon краски кисти все другое необходимое все необходимое для арт искусства и очень приятно когда получаешь посылки у меня они приходят в неделю как минимум один раз или два раза вот сегодня я возвращаясь с колледжа опять около своего почтового ящика обнаружил эти две посылки которые я два дня назад заказывал хочу сейчас вам показать что я приобрел и немного рассказать об этом для чего они служат возможно среди вас тоже есть люди которые интересуются живописью начинают интересоваться живописью и интересно им что необходимо для работы и итак друзья я вот выложил сюда все свои приобретения с амазона и хочу значит вас ознакомить если вы не пока не знаете что это и для чего используется вот начнем самого маленького как говорится мал золотник дорог это ротердер замедлитель как вам известно акриловые краски очень быстро высыхают и часто вот мне приходится делать замес цвета или просто на палитру когда выкладываешь немножко краски и пока с ними работаешь он уже немного подсыхает и часто вам приходится добавлять воду и поэтому связано связано это с некоторыми сложностями или переборщишь с водой жизнь становится краска или там еще что-нибудь для этого этот ротердер он замедляет высыхание хоть он очень маленький я читал отзывы на людей которые пользуются им сокрылыми красками достаточно на палитру там на краску капнуть одну всего капельку и перемешать и он будет дольше сохраняться в приготовленном виде вот эти вот краски они относительно красок вот этих которые в тюбике немного жить жидкие они не совсем но относительно жидкие чем те краски которые в этих тюбиках и когда наносишь эти краски тонким слоем то они нижний слой просматривается как бы получается прозрачным полупрозрачным для этого чтобы более лучше покрывать слой и сохранять цвет используется для таких красок которые жидкие вот такой вот значит текенинг текенинг это значит делает толще слои эту пасту перемешиваешь с краской и наносишь тонкий слой даже и все равно он сохраняет цвет сохраняет в таком виде какой вы приготовили обычно когда краска жидкая наносите на холст и если его повторно еще мастикином провести поверху то он более или просачивается или допустим рассеивается и становится полупрозрачным вот для этого используется этот текенинг это замедлитель а это уплотнитель а это гитсу или читает джитсу это гипс по-русски постовидный его используют обычно для покрытия повторного покрытия холста хотя холсты они обработанные чистые покрашенные имеют определенный слой можно многие рисуют прямо я пока рисовал сразу на холст но этот если покрыть этим слой то кисть ходит хорошо и слои хорошо наносится еще его самое главное предназначение наносить текстуру на холст следующее это у меня варниш как видите это компания для квитекс и эта компания люк и текс это тоже компания люк и текс все одной компании они хорошо отзываются что качественные не это лак который наносится на холст по окончанию работы полностью когда работ за работу завершили то покрываете лаком двумя-тремя слоями и холст становится более краски становятся более сочными более яркими это полуматовый есть глянцевые лаки ну полуматовый считается одним из лучших для покрытия значит холстов для защиты от влаги от сырости и и от других повреждений и как я уже сказал будет лучше смотреться ваша картина а это окрыловые ручки то что я давно хотел они разноцветные 15 цветов я буду это использовать для корректировки кое-каких изгибов линии тонкие где надо подправить и самое главное я буду использовать для подписи эти ручки подверяется определенный цвет и ставится подпись это конечно делается перед тем как покрыть лаком вот такие мои приобретения на этот раз холстов у меня сейчас предостаточно как минимум на месяц работы если даже каждый день писать одну картину меня на месяц на больно полтора месяца мне запас есть краски тоже пока у меня еще в достатке есть такие маленькие краски вот как видите есть в тюбиках и есть вот такие вот в больших побольше галончиках здесь 4473 миллиграмма очень хорошие краски мне понравились единственно сюда и в эти краски надо будет немного добавлять уплотнитель чтобы даже тонкий слой сохранял свой цвет который я приготовлю ну вот на этом я вас познакомил со своими красками познакомил с тем с новыми приобретениями это дополнительные добавки для картин для создания картин мои вот картины как видите здесь вы я выложил несколько образцов можете посмотреть я их теперь доработаю подпишу и покрою лаком и потом уже можно будет выставлять на выставку да я собираюсь делать выставку мне уже поступили предложения от знаменитых художников принять участие на выставке так что я готовлюсь а вы мне пожелать удачи с вами был задрагин всего хорошего пока пока до свидания